Аллах, Алхамду лиллай, Алхамду лиллай, Раббил Алямин, Уль-Акибату лил-Маттақин, Вассалату, ассаламу аля Расуліна Мухаммаду, аля алихи и асхабихи Аджма'ин, амма ба'ад, ассаламу алейкум, арахматуллахи, а баракатуллахи. Итак, приветствуем вас, наших учеников, учениц, на платформе Академии Медина, в гостях которых Асхат Хазрат, Асхат Храта, ассаламу алейкум, арахматуллах. Да, у нас осталась неделя этого прекрасного месяца, и, субханаллах, время так быстро летит, ну, альхамду лилля, мы так много провели эфиров с Азратом, пишут очень много благих комментариев. Идем дальше, иншаллах, азрат Афаддалу. Асхам. Сегодня мы хотели бы, как бы, не тавсир сделать, а подразмышлять вокруг суры, суры Тан-Нух. Аллах, субханаллах, говорит, касательно Нуха, алейхисалям, то, что Он призывал людей 950 лет. 950 лет только призывал к Аллаху, субханаллаху, призывал к поклонению Всевышнему Аллаху, субханаллаху, чтобы люди веровали. И, значит, он сколько жил? Еще намного больше жил, чем 950 лет. Ну, представляете, братья и сестры, 950 лет призывать к Аллаху, субханаллаху, и народ ему не отвечал. И давайте посмотрим, какая была у него методика призыва. Потому что, прав Мухаммад, саллаху алейхисалям, сказал, доносите от меня хотя бы один аят. То есть, мы тоже мукаллифим. То есть, каждый из нас, который услышал что-то от Аллаха, от посланника Аллаха, саллаху алейхисалям, на нем есть ответственность за религию Аллаха, на нем есть ответственность доносить религию Аллаху, субханаллаху, до других. До этого, субханаллаху алейхисалям, говори, до того, как взять эту ношу, ответственность на себя человеку, я предлагал взять это небесам, землям, горам, но они отказались, напугались, взять некую такую ответственность и на себя поднёс человек, то есть Адам, и каждый нахм на Мизуре это Адам, каждый из нас из Уммы Пророка Мухаммаду на него ответственность, как за свою семью, ответственность Амана по отношению к своей работе, то есть он должен тщательно выполнять, если он получает зарплату, то есть ему доверили, он должен тщательно выполнять свою работу, ответственность к детям, к джама, также религии, то есть у нас есть ответственность за религию Аллаху, то есть каждый из нас, он как мумассил, так скажем, он показывает, он именно своими делами, своими словами, то есть он как бы представляет представитель религии Аллаху, это великая шараф, это великая честь от Аллаху, и Аллах говорит, Нуха, алейсалам, говорит, я послал Нуха, алейсалам, ноя, к своему народу, именно здесь нужно посмотреть, то что каждый пророк Аллаху, и только на нем была ответственность за религию. То есть ко всем людям и ко всем джиннам, то есть Аллаху, так как он заключительный посланник Аллаху, и на каждом из рабов Аллаха, именно отвесенность улей, доносите религию, субханаху, патя'ана. Иля кауми, кого народа, ан анзир кауми. То есть предупреди народ перед тем, как им придет болезнь, наказание. То есть вы в таком живете, поклоняетесь идолам, вам за это будет болезнь и наказание. То есть они поклонялись, дальше мы увидим то, что они поклонялись богам, своим идолам. Каля, я кауми, инни, ля кумнадзирам, уби. И он пришел, сказал, о, мой народ, начало его да'ва, я для вас ясный увещеватель. То есть я пришел вас, чтобы предостеречь от наказания. Потому что то, чему вы поклоняетесь, а ширк, как в Куране сказано, инна ширк аля дзурмин азим, поистине ширк это великое притеснение, дзурм. То есть когда человек, Аллах субханаху, предает товарища, это самое великое притеснение, самый великий дзурм. И, то есть в этом дзурме, Аллах субханаху, говорит, инна Аллах, ля хфиру айюшу ракабихи. Ива я хфиру майдуна, залики дыма яша. Поистине, Аллах субханаху, не прощает, когда ему предаются товарищи. Все остальное прощает, кому пожелать. И с чем он пришел? Каждый пророк с этим приходил. Поклоняйтесь одному Аллаху, бойтесь только Его, бойтесь Аллаха, и Ему подчиняйтесь. Что имеется в виду В другом аяте, в другом субханаху, субханаху, говорит, В каждую из общин я посылал посланника и числа людей, чтобы призывал людей поклоняться одному Аллаху, одному Богу, и отзывал от поклонения тагут. Тагут – это все, что человек сам обожистил помимо Аллаха, субханаху, пусть это будет человек, пусть это будет ангел даже, пусть это будет какая-то вещь, какой-то книга и так далее. Если он поклоняется Ему помимо Всевышнего Аллаха, и надеется, что Он Ему поможет, или Он Ему сбережет, или Он Ему продлит жизнь, или Он заберет Ему жизнь, то это является для него тагутом. Абдуллах. Абдуллах, то есть во время пророка мухаммада тоже были мужики послал посланника мухаммада не делайте с аллахом наряду другого или другого объекта для поклонений они поклоняются а если посмотреть это все были праведниками после их смерти они сделали одних идолов в честь них сделали темосе ли им начали поклоняться и когда садились на корабли говорили фейдерок и буфель вульки дару вам хорошо на людей то есть когда садились на корабли плыве то есть им страшно были ворота дай нам помощь спаси нас то есть больше никому ты во время страха нет никого нету кроме аллаха спорта когда достигали суши опять область пришли в кабу там у них были идолы и поклонялись своим идол то сделали из фиников сделали из теста когда мы еще были не мусульманами когда были язычниками мы делали для себя не пили идолов из фиников никогда проголодались мы кушали своих же богов то есть аллах субханава тааля опять же шейх абдул-баса если посмотреть аллах пишет так алиф алиф то есть получается почему аллах говорят ученые сколько бы не убирать от этого слова от имена аллаха букв все будет указывать на единство если убрать алиф читаете уже лилляхи для аллаха обратно для него он то все указывает на единство поклоняется одному богу одному аллаху нету других иных богов вот такого имейте вот такого то есть бойтесь его бойтесь его наказание бойтесь как аллах субханава говорит ванному аллаха шадиду аллаха аликад знаете что у аллаха есть болезненное наказание и аллах прощающие милосердное сейчас мы с вами просим что в эти ночи они нюхати крыкаббан минар чтобы аллах субханава тааллах освободил нас от наказания ада чтобы аллах прошел нас таку хуйтесь его от таква хуна указал три раза пророк мухаммедзу аллах ваалей салям таква хауна таква хуна таква хуна таква богобоизнь здесь она здесь богобоизнь здесь в сердцах людей как шулий бену умр спросили Ибну Умра, что такое Ат-Та-Ква? Он сказал, когда ты думаешь, что ты не лучше, чем твой брат. То есть бывает, когда человек заходит в мечеть с такой гордынной, думает, что он самый богобоязненный и так далее. И вот это вот, когда человек думает, это Галяк, это уничтожение. Во время пророка Мухаммада сказали, указали то, что есть человек, который очень хорошо молится. И тогда пророк Мухаммад сказал, я его не знаю. И когда он зашел в мечеть, сказали, вот он познаник Аллаха. И когда он увидел, он сказал, в его лице есть что-то от шайтана. И когда подошел к нему, сказал, когда заходишь в мечеть, ты не думаешь, что ты лучше, чем остальные. Тогда пророк Мухаммад сказал, вот это уничтожение. Ибрагим Алейсалам. Судный день ему скажут, не ты ли привлеженный друг Аллаха? На что он скажет, давным-давно был привлежен друг Аллаха. Это его некая такая скромность. И подчиняйтесь ему. То есть подчиняйтесь его приказам и то, что он запретил, оставляйте. Что? Какой результат? То есть, субханаллах, мы сейчас вот думаем, вот если так вот, поговорить так вот, да? Легко поговорить так, положая руку на сердце. Мы сейчас думаем, как спастись? Каждый человек думал, как спастись от огня? Как заработать награду, чтобы Аллах принял вас на Рамадан? Что делать? Ищет Аллах. Какое делать? Время там тратить на то. А как лучше давать садака? Вот выкнуть. А была ли ночь предопределение? Или не была бы? Его знает. Каждый из нас ищет и так далее. Что-то хочет, соревнуется в благе дела. Кто-то хочет помочь в Куран. Кто-то уже растерялся, не знает. Или Куран читать его. Или садака давать. Или что-то. Аллах Субханаллах говорит. И обуду Аллах. Адам Аллаху поклоняйтесь. Вот таку. Бойтесь его. Ва Ати'ун. Починяйтесь ему. Поэтому это все амали в Куран. То есть эти вещи не обучаются ни в университетах, когда ручку ты что-то пишешь, записываешь. Это из Курана, из слов Аллаха, из наших создателей. Бойтесь Аллаха. Поклоняйтесь только Аллаху и подчиняйтесь ему. Все. Какая натича? Мы с вами хотим в рай. Простит он ваши грехи. То есть он даже для тех, для мужчин, которые говорят, Аллах простит вам грехи. Все. Бойтесь Аллаха, подчиняйтесь Ему. И Аллах простит вам грехи. И даст вам осрочку. То есть осрочку, опять же, чтобы побольше делали благих дел. Потому что их вся жизнь была, они то и делали, что делали плохие дела. Ширк подавали Аллах, слава богу, товарищи. А если придет срок от Аллаха смерти, ангел смерти не на час позже, не на час раньше не придет. То есть своевременно. Поэтому когда у нас близкие уходят, мы понимаем это внутри. Мы просто что, мы скучаем по нему. Хотелось бы, но однако мы понимаем то, что если час смерти пришел, вот часто бывают люди, говорят, эх, если бы вот мы успели в больнице, он бы прожил бы, эх, вот врач бы там, да, это все избят. Но однако, что бы ни было, в эту секунду, в эту минуту не было предназначено уйти из этой жизни и вернуться к Аллаху. И вот потом идет методика это да'ва. Это, иншаллах, для тех, кто именно в сфере да'вата, в сфере вот именно работают, как бы, альхамдуллах, вот это направление да'вата, призывы. Смотрите, здесь он что говорит? Я призывал людей ночью и днем. То есть сколько бы я их призывал, они убегали, отворачивались. Вот эти вот качества, которые не присущи верующим. Каждый раз, когда я их призывал, что бы ты их простил, дабы ты их простил, они затыкали уши, не слушали. И на себя накрывали одежду, чтобы не слушать. Уасарру. Упрямились и высокомерились. После упрямства пришло высокомерие. Опять же, уважаемые братья и сестры, когда человек, например, неправ, он должен сказать, что он неправ. Но когда он понимает, что он неправ и упрямится, хочет защитить себя, то есть тем самым, как бы, защищая свою ложь, вот после этого, что уходит у него в высокомерие сердце. Аллах не любит высокомерных людей. Поэтому упрямство – это не качество верующих. После упрямства сразу же за ним приходит истекнар, приходит высокомерие. Поэтому Аллах не любит высокомерные. Почему? Потому что Аль-Кибр – это высокомерный только Аллах. Потом их прилюдно призвал. Открытые. Потом скрытые. То есть, смотрите, методики призыва. Здесь Аллах обучает нас методики призыва. То есть, аль-хамдуля. Вот, например, через, мы сейчас вот делаем даава через эфир, например, вот это. Есть даава, когда сидишь воочию, у тебя ученики рядом. Есть, когда, например, человек хочет читать, любит, книжку ему подарить. Кто-то, например, много за рулем проводит время, ему диск подарить, чтобы он послушал. То есть, и так далее. То есть, каждому человеку свой подход. Поэтому, Аллах, это все вокруг этого говорится. Призывайте к Аллаху с мудростью. То есть, кому-то открыто, кому-то скрыто. Кому-то, например, скажут, открыто это, как бы, замечание, как он подумает. И нельзя в таком случае. То есть, потому что у тебя, какой у тебя именно ни-я, и такой на кераменту Аллахи или улья, чтобы имя Аллаха было превыше всего. Поэтому ты именно не должен посмотреть, не должен смотреть. Вот сейчас я вижу вопрос, почему боясь Аллаха, если можно его любить и любить своим Аллахом. В поклонение, пойдем сейчас в поклонение, есть три аркада. Аль-Хауф, аль-Раджа, аль-Махабб. Любовь, бояться Аллаху субханаву ате-Аля. И Раджа, надежды на его прощение. Что имеется в виду бояться Аллаха? Не бояться, что астахалу аль-Махабб. Потому что некоторые люди, так скажем, говорят, что Аллаха бояться надо, его надо любить. Да его нужно любить. Но так же если ты его не любишь, ты его боишься, что он тебя может наказать. Например, мы, когда были маленькими, мы все любили своих родителей. Мы когда, помните, делали уроки. Почему? Не потому что, там это, какого мы их любим, как бы мы хотели бы с ними больше времени провести. Но почему мы делали? Потому что если Аха сейчас двойку получу, папа меня поругает. Ну, не значит, что я его не люблю, своего папу. Не значит, что я свою маму не люблю. Я боюсь маму, что она меня как бы накажет и так далее. Поэтому здесь вот, именно здесь вот бояться его наказания Аллаху субхану ате-Аля. Бояться его наказания. Если люди все бы сказали, мы любим Аллах, Аллах нас любит, и что хотим, то мы и делаем, а он нас простит и так далее, тогда были бы грешники именно на земле. Поэтому мы его любим, Аллах субхану ате-Аля, также старшим его наказания и надеемся на его прощение. На его прощение субхану ате-Аля. Я сказал, простите, Аллах субхану ате-Аля, просите Аллаха прощения. Аллах субхану прощающий. И вот этот ая, Хасан басри, рахмаллах, когда к нему пришел один человек, спросил, сказал, у меня нет имущества. Просил Аллаха прощения. Второй подошел, у меня, говорит, нету детей. Что мне делать? Просил Аллаха прощения. Третий говорит, у меня сад, но сейчас засохло. Что делать, чтобы что-то росло там? Истагфир. Просил Аллаха прощения. И потом, салям, кто был у него из учеников, спросили, я басаид. То есть, Абу Саид, Хасан басаид. Я басаид. А ты окей. Би ас-эля дни мухталифет. Он биджалал вахид. Говорит, они тебе с тремя разными вопросами подошли. Ты им один ответил. Ни ушто не прочитали слова Аллаха, где он сказал, простите Аллаха прощения. Если будете таковыми, то Аллах даст вам богатство, даст вам детей и даст вам реки, которым будет поливать свои сады. Даст вам сады и даст вам реки, которые будут поливать ваши сады. Обильные дожди даст вам. Также даст вам обильные дожди. То здесь, смотрите, уважаемые братья и сестры, здесь юбдид кум не просто вам, а слово мад такое есть даже в тачвиде протяжка. Он даст вам, вашим детям, их детям и так дали имущество. Также вам даже их детям даст, то есть потомство и так далее. Поэтому и даст Аллах сейчас закончил. После этого не прошел это джава. Он хотел их так призывать. Он говорит ага. Они не приняли это. Не приняли то, что он им советовал. То, к чему их призывал. Поклонитесь Адам Аллаху. Будете таковыми. Аллах вас простит. Даст вам имущество. Даст вам это. Через это не прошло. Они не приняли. Потом другой метод начал использовать. Посмотрите на создание Аллаха. Аллах вам дал, расстелил землю, как ковер. Чтобы вы ходили по этому. Аллах сотворил луну. В нем есть свет. И также сделал для вас светильником, чтобы ясно было, как солнце для вас сделал. Аллах вас сотворил из земли. Потом вас вернем в землю. То есть смотрите, как Аллах сотворил Собхану ва Тааля. Небеса. Тайбака. Межними слоями. То есть через створение. То есть а кто это сотворил? И после этого даже уже когда они не приняли, тот сказал, что То есть начал говорить, они на меня слушались. Они отвернулись даже после этого. И опять вернули к своим идам. Тоже были праведниками, которым они потом начали поклоняться. Они много людей сбили. И все. То есть все уже. Девятьсот пятьдесят лет призывал. И для тиранов, они призывают тиранов. То есть И они сами тираны. И они еще больше заблуждаются и заблуждают других. И потом Аллах попросил, что Не оставляй их на земле. То есть после того, как призывал, 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 то все уже. Они его над ним издевались, отвечали и так далее. То есть плохо отвечали. Не поклоняются Аллах. Больше людей призывали к поклонению идолам. Сбивали людей. Вот если ты их оставишь на земле, то после них будут рождаться только грешники и неверующие. И тогда Аллах сказал, строй ковчег и так далее. И посмотрите, даже в тот момент над ним издевались. И он позвал свой. Самое основное, на что хотел указать. Он позвал своего сына. Вместе с ним. Это уже другой сон. О, мой сынок, садись вместе со мной. Садись вместе со мной куда? На корабль, на ковчег. Для чего, братья и сестры? Чтобы спастись от доказания Аллаха. На что ответил его сын. Он говорит, я заберусь на гору, спасет меня от воды, от потопа. Ну, что он сказал? Сегодня ничто тебя не спасет от доказания Аллаха, кроме тех, над кем смеется Аллах. То есть те, кто на ковчеге, на корабле. И когда он его ослушался, хотел здесь на гору забраться. Между ними раздебил его Аллах, и Аллах утопил его. Отсюда, какой берем мы? Аль-Саид. Посмотрите, Ибрагим, у него был сын Исмаил. Он сын Пророка. Исмаил – сын Пророка. Сам Пророк – сын Пророка. У Нуха – это тоже сын Пророка. Был и у него сыновья Саам, Махам, Яфис. Аллаху Аля. Некоторые ревают его, что его имя, которое он тонул в Кинан. Но это… Но, однако, что в Куране не указано во им. Субханаллах, это сын Пророка, это сын Пророка. Ибраим сказал… Он сказал, сыночек, я видел тебя во сне, что тебе нужно принести жертву. Что ты на это ответишь? Опять же ученые говорят, когда ребенку было восемь-девять лет, с детьми нужно общаться. То есть, не нужно все вот так сказать. Нужно слушать их ответ тоже. Он не сказал, все, пойдем, я тебя приведу в жертву. Но что, как ты на это смотришь? Что ты на это ответишь? На что ты ответишь? О, мой папочка. Аллах, в сердце тоже мягкость, и подчинение. О, мой папочка. Делай то, что Аллах, субханаллах, тебе приказал. Сатаджиду, иншаллах, 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 ты меня застанешь и в числа терпеливых в судный день. То есть, Субханаллах, не побежал он к маме своей, плакать, жаловаться. Смотри, что у меня отец говорит. Нет, он подчинился. Чему подчинился? Как бы уничтожению, к его жертву. А этот сын Пророка, которого Аллаху призвал спастись, наоборот, он не ослушался. Ослушался отца и сказал, Аллаху, субханаллах, и это сын Пророка, и это сын Пророка. На сегодняшний день мы читаем Куран и видим, как Аллах проклинает сына Нуха, где он говорит, иннаху лейса мин ахлик, иннаху амин гайру с саллих. То есть, он не из твоей семьи, он не из верующих. И мы постоянно это читаем. И это тоже сын Пророка, где мы всегда его восхваляем в Куране. Субханаллах. И к чему это? То, что если человек, то есть, нет разницы, Пророк отец или нет. То есть, если человек подчинится Аллаху, субханаллах, то он будет восхваляемым, и всегда упомянутым человеком, и будет подрабжен к Аллаху, субханаллах. Если человек ослушается Аллаху, субханаллах, то всегда он будет упомянут на языке, как проклятым. Поэтому мы с вами в этой жизни живем. Аллаху, субханаллаху, говорит. Поистине, мы сегодня день воскрешим мертвых. И все, что они сделали, их запишем, их благие дела, и зафиксируем, то есть, следы их. Поэтому, когда мы умрем, о нас будут говорить или хорошо, или плохо. Или нас будут делать дуа, или на нас будут держать обиду. Поэтому каждый из нас, братья и сестры, должен, альхамдуллах, побольше взял добра в этой жизни. Призываюсь к Аллаху, субханаллаху, субханаллаху, делать как можно после себя оставить хороших вещей. И в конце он сказал, «О, мой Господь, прости меня и мои родители, и прости того, кто зашел в мой дом верующим, и верующих мужчин, и верующих женщин». Представляете, братья и сестры, за нас тоже он просил, за верующих всех дуа. Это вкратце то, что хотелось бы рассказать вокруг Сур-Ат-Иль-Нух, вокруг его истории. И заканчивая эфир, какой бы вы на сейху дали, вот сестра, я как понимаю, спрашивает, если родители против ислама, мама против хиджаба. Тут в двух словах не сказать, но первое, что нужно, как бы, показать, как бы, красоту ислама родителям. Даже если сестра делает хиджаб, она делает хиджаб, и в этот момент показывает красоту хиджаб. То есть иногда у нас бывает, например, некоторые братья и сестры, когда они что-то делают, они, наоборот, отталкивают. Отталкивают, все равно, там, ругаются с родителями и так далее. Жестко. Мне нужно брать, алхамдуллах. То есть Аллах мне приказал, Аллах приказал, так же, к вам относиться с добром, и я, как бы, еще лучше буду относиться к вам. То есть если раньше, например, мы ставили будильник, там, дети, там, десять часов, то сейчас на девять часов поставят, там, раньше, чтобы завтрак приготовить родителям и так далее, и все это сделать. И чтобы они увидели, маршалла, как моя дочка изменила, как ислама ее изменяет в лучшую сторону и так далее. Но бывает то, что, как бы, эти вещи даже не приходят. Просто они не хотят этого всего и жесткого. Но здесь ля таатали махлюк фима аса, этот халик, это однозначно то, что нету подчинения, подчинения созданию Аллаха, греховным предсоздателям. Потому что хиджаб – это ваджаб, это фарт. Аллах сказал «Скажи своим супругам, дочерям и всем верующим, женщинам, дабы они покрывались». То есть если она Аллаху алим, сколько ей сестре, если она уже, например, то есть она живет своими родителями, но если уже она, как бы, достигла возраста, там, 18-летний возраст и так далее, то есть еще самый лучший совет дам в случае выйти замуж, аль-хаммур, за мусульманина, который будет уже ее аварием, будет ее попекуном, который практикующий, богобоязнь и так далее. И, иншаллах, постараться сказать… То есть, опять же, можно понять родителей с какой-то страны. Почему? Потому что они, может быть, воспитались во время Советского Союза, там, где коммунизм был и так далее. То есть, сейчас тоже, там, бывает, там, разное, там, что плохо об исламе говорят и так далее. У них сформировалось такое, вот, понимание такое, из телевизора, там, из СМИ, то, иншаллах, сказать маму, пойдем, сходим в мечеть, послушаешь, там, мы же мусульмане, как бы, мы же ля и ля халаллах говорим, там, ну, не знаю, такой-то, какой-то там, какой-то национальности. Это же наши традиционные и даже, мы должны пойти в мечеть, послушайте, мама, что он скажет, так и сделает, как мы должны жить. Вот так вот, в таком виде, через добро, не ругаясь, не этот… И, иншаллах, самое-самое-самое главное, что самое основное, просите в тахаджуд намазах, вот в эти ночи, чтобы Аллах смехчил их в сердце, в сердце мамы, иншаллах, по отношению к вам, по отношению хаджабы, чтобы Аллах, также ей дал возможность одеть хаджаб. И не думайте, что это невозможно. Не думайте, что это невозможно. Почему? Потому что Аллах ставит на прямой пусть кого пожелает. Аллах смехчает сердца, Субханалу. Наши сердца Аллаху принадлежат, стоя между нами, и хулю бейны моры ва колбе, и между нами, и между сердцами, Аллах, су-хану, принадлежит. Весь вопрос, как мы будем его просить? Поэтому, дурак Мухаммад, с Аллаху, с Аллаху, с Аллаху, антиму кинуна бил-иджада, просите в Аллаху, субхана та'ала, и вы уверены, что Аллах, су-хану, вам ответит. Ужизаеку муллахайя, ба-ак, ва-фейкум, вы сестра, и да, Аллах, Могу облегчить, даст мою награду, иншаЛлах. И... Аллаху арфейкум. Афейкум варакуллах, хазрат. Резакум варакуллах. ИншаЛлах. До следующего дня. Ассаламу алейкум варахматуллах.